Во Владивостоке продолжается онлайн-голосование по выбору общественных территорий, которые приведут в порядок в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Это важно, прежде всего, потому что мы живем с вами в этом городе, и только нам решать, как он будет выглядеть, как нам будет комфортно гулять в нем, с своей семьей, с друзьями, с близкими. Поэтому, конечно же, нужно голосовать. Будет самим же нам приятнее жить здесь. Это мнение студентки одного из местных вузов, где на днях прошло активное голосование. Определиться с выбором и отдать свой голос за тот или иной объект студентам ВВГУ и ДВФУ помогали волонтеры. Это выполняется либо на общих стойках, допустим, на входах в вузы, на стойках регистрации, либо мы просто ходим на пары, допустим, в такие большие лекторные залы и опрашиваем студентов уже непосредственно на учебе. Волонтерам в голосование отводятся особые функции. Именно они информируют жителей города о проекте, рассказывают о порядке проведения голосования, а при необходимости помогают отдать свой голос за понравившуюся территорию. У нас организован городской штаб волонтеров, которые помогают населению голосовать не через портал госслуг, а через специальное волонтерское приложение, где можно проголосовать по номеру телефона, что для многих является более удобным. Мы также взаимодействуем, помимо городского штаба, мы взаимодействуем активно с образовательными учреждениями города, как и с муниципальными, так и с средне-специальными и высшими. В этом году на голосование выставлено 10 объектов в разных районах города. За их благоустройство можно проголосовать до 31 мая на платформе 25.городсреда.ру. Территории лидеры обновят уже в следующем году. Пока опережает остальных общественное пространство на Ватутино-26, на втором и третьем местах скверы на Бересенко и на Харьковской-3. Анна Дьякова, Новости на Восьмом.